всем привет друзья с вами канал алекс про игра афк арена и в этом выпуске мы проведем обзор предстоящего обновления которое стало доступно уже на тестовом сервере версия 1.117 посмотрим что же там такого добавили интересного и на что стоит обратить внимание так собираем ништячки которые нам заплатили 1200 за обнову очень и очень круто на мой взгляд и так первое самая важная новость в этом обновлении это конечно же новый персонаж из фракции небесные жители за такие опасные целестиал да ими я вот я думаю будет на русском дайме какая-то вот что такого формата леди лето вот так же персонаж будет доступен конечно же к тесту как обычно на три денечка добавлен на этого героя квест да то есть арена испытаний посмотрим что там как уже более детально в следующем выпуске то есть завтра потому что сегодня еще пока не доступен этот режим пока только лишь ознакомительная аренка то есть посмотрим обязательно этого героя добавили значит новое чудесное приключение swordsmanship то есть турнир мечников но можно так или соревнования мечников вот перевести лесная мания добавили новые этапы ну честно сказать пазлы эти ну мне как-то вот не очень я там да там набил там не помню какие-то там у меня уже были достижения какие результаты но я чё-то как-то вот но не загорелся этими пазлами хотя кто-то их щелки прям так покайфуем от этой дополнительной игровой ветки добавили значит третье таблицу отваги посмотрим тоже что это за тема такая в которой участвуют аватары стикеры различные скинчики на героев вот это все будет высвечиваться также на гильдия теперь будет отображаться немножечко иначе то есть чуть-чуть ее скажем так визуализировали по-другому вот сам храм гильдии далее что тут еще такого интересного добавили ну в принципе пятый пункт тоже нас интересует почему потому что расширили товары которые продаются в магазинах лабиринта и в магазинах арены и я скажу что это да действительно крутые товары там приличные что еще добавили добавили максимальное количество слотов в резонирующем кристалле то есть его увеличили и вот такой сидишь такой думаешь увеличили слоты максимально уход типа герои не помещались уже или как я на понятное дело что да там забивается эти слоты и вот разработчики уже добавляются новых и новых персонажей то есть потолок нужно также увеличивать значит добавили видео на отаю то есть можно будет посмотреть что там где и как уже этот видос отдельно в библиотеке эхо времени и наталью немножечко там чуть-чуть подфиксили что-то там у нее не работало так как надо ну да ладно это лирика нас интересует все таки чушь такого добавили и так сразу жмем на аватарочку и смотрим вот какие-то ранги прям выставляет да то есть когда мы теперь жмем на портретики видим насколько мощный чувачок стал вот а именно смотрите как отображается теперь сама гильдия да вот такая бронзовая прям рамочка у нее в нашем случае здесь написано какие-то бейджики то есть за рамку у нас 18 рамочек и типа говорят да нормально вот анимированных аватарочек 6 тоже типа нормально различных стикеров 42 на вот скинчиков 7 типа ой фу короче типа уйди отсюда да и иди сразу донать на скины вот такая вот тема но в принципе да прикольно согласен то есть нажимаем сразу смотрим о нормально чувак запакован да но потом уже можно смотреть чем там о себе написал да я считаю что эта тема очень очень хорошая далее переходим уже вот в рейнхорн да тут также получается гильдия наша теперь отображается с этой рамочкой непосредственной да тут в таком формате ну такой о себе ничего прям сверх матерого на мой взгляд не произошло магазинчик вот это да вот это действительно стоящая тема скажу вам потому что магаз это прям четко ладно потом затарюсь нас интересует магазин лабиринта вот смотрите добавили здесь новые слоты то есть верхняя полосочка да ранее у нас магазин вот так вот был а теперь па-бам и еще четыре персонажа в принципе в принципе герои интересны то есть если мы будем выкачивать пирата да полюбасу нужно его качать вот гранита тоже можно будет качать но он понадобится нам уже там на главах после сороковой пожалуй вот элюард такой же персонаж после сорок пятый даже наверное где-то будет только использоваться ну и если брать кроме фракционных башен а вот пипочка может использоваться и пораньше то есть на мой взгляд действительно добавили крутые позиции как вы видите в продажу вот чем расширили ассортимент магазина турнирный магазин здесь также все очень интересно то есть смотрите кого добавили на вот ранее было у нас всего четыре героя дополнительных фракций в качестве основных прям мощных персонажей теперь же добавили еще и ально вместе с мортасом и это круто скажу вам потому что того же мортаса приобрести на начальной игре например это очень очень круто дает хороший буст но на что ально что мортаса нужно выкачивать все равно будет на максималку поэтому выкупать их магазине очень очень крут то есть уже не нужно будет тратить на них астрокарты в таком прям усиленном количестве вот а постепенно можно будет собрать вот но скажем так прям чтобы не тратить астрокарты это пожалуй загнул да вот что прям не тратить нет герои из верхней полосочки тоже нам нужны на аккаунте то есть это эзиш это залрат это те персонажи которые будут основными вот на всем пожалуй пути игры поэтому их выкачиваем из основных фракций добавили как вы видите здесь соню ну нормасик да такой персонаж вот и добавили вот теску жука вот оку и добавили вот этого злодея в маске да прям такой типа зору но назвали его трезнер честно скажу у меня прокачан он почти на максималку такой прикольный прикольный жук то есть использую иногда в пвп в основном конечно в башне юзаю компании он конечно не прижился вот такая вот тема то есть целом мне понравились на самом деле форматы этого обновления на теперь что касается персонажа да насколько же он крут и потом посмотрим еще грядущие события как они будут отображаться в виде иконок и так нас интересует целестиал да вот сюда жмем на них и смотрим вот такой вот персонаж еще один этот вьюрок да который как талена был насколько помните может кто-то не знает по истории до вначале была фишка что талена это последний вьюрок который вообще остался из всех всей раз и всех жителей а потом появилась какая-то новая тема да вот появилась темная талена ее еще называли откуда взялась что за тема как бы раз а теперь еще дэмию куда-то эту вставляет но в целом что касается этого персонажа чуть-чуть его вот так вот буквально на пол секундочки протестил и буквально за пол секундочки заканчивается бой да вот то есть герой настолько мощный на мой взгляд что в принципе может затмить даже там таких мощных уронщиков массовых да как пробужденную белинду но нужно тестить нужно тестить по поводу навыков более подробно уже в следующем выпуске конкретно посвященному этому персонажу будет ну давайте так чуть-чуть пощелкаем чтобы было понятно вот из иконок мы видим что это маг и непрерывный массовый мощный урон вот такая вот фишка у него вот гравировочкой смотрим давайте еще посмотрим вот эксклюзивная мебель ну вот кому вдруг будет интересно вот теперь уже 17 будет секунд действовать тем ну принципе вот и в начале битвы будет запускаться вот так вот бесконечное лето вот персонаж несмотря на то что не является героем пробужденным но тем не менее уйти мэйт у него пусть не отображается до визуально там но меняют как и эзиш пробужденный да вот все поле битвы а теперь давайте более подробно все-таки об этом персонаже давайте болванчиков немножечко пощелкаем вот так вот так смотрите вокруг наших воинов появились какие-то летающие вот кометы да мы так можем назвать мини кометы вот тут такой удар был а теперь ультимейт так класс все наступило лето розы цветут везде очень круто оба удары прям космос вот такое ощущение как будто у персонажа знаете несколько навыков которые можно было бы приравнять к ультимейтом от мощных персонажей вот есть сам ультимейта есть еще обычный навык который сам по себе запускается и также наносит огромные уроны на мой взгляд вот так ну здесь персонаж в обрезанном режиме то есть мы не видим всех фрелисти этого героя а теперь давайте-ка посмотрим уже его в составе команды подкатим нашу телегу бить будем ну давайте такую команду попруще возьмем да чтоб но не слишком может там крутыми выглядеть вот в таком формате сейчас будет нагибал чуваки только вышли все уже сразу попадали я вообще в шоке как такое возможно он реально да только только вышли чуваки причем уровень у них был не минус 200 да эквивалент 240 на 240 и прям втопить так я не знаю смотрите чуваки даже даже выйти не успели толком ноль урона ноль прохила все вот вам и вся статистика да которая вот очень нас интересует вот райна один раз наверно выстрелить успела и все вот тут единственное только продержался леофрик за счет своих каких-то фишек вот но давайте попробуем провести этот же бой да но немножечко в другом составе команды постараемся определить максимальную эффективность персонажа так 3 на 5 ну да сейчас чуть-чуть поменьше урон был потому что не было заряда от нашего деда да вот и немножечко так просадили просадили даймию но тоже справились то есть в принципе два танка которые но нормальные танки принципе за счет опять же особенностей альны хендрик вот оказался живучим злодеем вот а теперь почти тоже но давайте уже вдвоем будем использовать персонажей двух целестиалов просто интересно вот насколько герой матерый так пока все идет четенько да согласитесь насыпают альни так ну нормально тоже насыпают в принципе зикис он в каком-то формате считается мощным уронщиком но опять же распространение не получил потому что то что написано на заборе не всегда является правдой так и с зикисом да в каких-то там командах там где-то на фракционной башне он там что-то выдает вот но тем не менее и вдвоем справляется но в соло конечно я думаю не затянет вот этот раунд вот можно даже и не пытаться проверить но в целом уровень эффективности поражает да герой действительно стоящий и пожалуй нужно будет его выкачивать на основном аккаунте пожалуй попридержу астрокарты вот для закупки этого героя что еще такого интересного здесь нам подобавляли давайте к события сразу щеманем да понимать что же там такого-то будет происходить в ближайшее время вот так ну понятно три алах вот за сокровищами вот смортсмэнщип вот такой вот что-то там на заднем плане да на заднем фоне вроде как даже озеро лес зимний вот и понятное дело эйрон так 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 ну в принципе да пока что ничего сверх естественного ну что ж друзья на этом пока все понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал будут вопросы пишите в комментариях и в наших соц сетях ссылочки на которые как обычно прикреплены в коменте и в описании к этому видео пока пока и до встречи в новых выпусках